МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчанину Паулу Федорцову уручили медаль «За двагу». А маль кожная десятая дитя у свете народжается заучасно. У Гомеля означали Международный день недоношенных детей. Кожному потребен дом. Доброченная акция, подары им шанс, отбудется завтра у Гомеля. А зараз об этим и иншим больше подробязна. Сегодня в Рогачеве пройшли областные дожинки. И не стали саправдным триумфом тех, кто не просто добросумленно працавал, а ли досягнул при этом значных поспехов. На святе працанников везки побывал Олег Синтероу. Неде в 10 километрах от Рогачева у денег у гостей дожинок сустрыхалась такая композиция соломы, везковая хатка, коровы и знакомитые рогачевское молоко. У целом незвычайно пригожая и одразу створая святочный настрой. Приемный настрой у денег у всего летних областных дожинок был и по ящейной причине. Неогдя дитя на не самые сприяльные климатичные умовы, у целом агропромысловый комплекс Гомельской области спрасывал не дренам. Агульный намолот золиком зерня кукурузы свыше 1 миллиона 260 тысяч тонн. Это больше, чем летость. При этом у Нарулянским районе управлений с минулым годом намолот поэлечився на 216 процентов. Браинским и Мазельским – 160, Будокошалевским – 135. На Будокошалевщине и самые великие серотарайонные урожай зерневых – 143 тысячи тонн. На областных дожинках одразу три местовые господарки в якосе узнагороды трамали тракторы «Беларусь». Золиком того, что в районе добра ведусь, у яким на керунку развиваться далей, это явно неапошние прызы. Мы расширили посевы кукурузы. И я довольна этим. Потому что сегодня кукуруза одна из предшественников, которая хорошо влияет на урожай любой культуры. Ячменя, пшеницы, любой культуры. Это тоже источник снижения затрат. И после кукурузы остатки это 3,5 тонны на гектар органики уже в поле. Ее даже вносить не надо, она уже внесена. Когда притягивать тему сегодняшних аграрных поспехов, необходимо означать и достигнение акционерного товариства Туровщина Житковского района. Сегодня урожайность на палетках этой господарки достигнула 82-летний рост гектара. Самый высокий показчик на Гомельщине. Уси газподприемцы кажут, что это выник в оконании усих агротехнических потребований и строгой дисциплины. Тут навод технику використовывали выключено таким чином, как максимально снизить страты. Комбайн 12-18 с преважаемостью 100 сантиметров с гектара должен ходить со скоростью не более 3 километров в час. Вот и вся математика. У него пропускная способность от 12 до 18 килограмм соломи, зерно-соломиная масса в секунду. То есть простой математикой вычитать надо единственную скорость и качество, ну и настройки самого машины. Выставы сельскохозяйственной техники притягивают увагу усих удельников и гостей свято-працовников в Йоскем. Залеком того, что большаясь представленных узоров вырабляется на Гомичине, можно стверждать, что это так само и еще одно достигнение региона. Тут научились выпускать сучастные машины, необходные для выканания практически усих сельскохозяйственных работ. Для поравнания, что было ранее и чего достигнули, организаторы выставили некакий трактор, який выкористовывался на сельскохозяйственных работах некакий 10 годов тому. До речи усеянный находится в працанном стане. Для специалистов Гомель Агросервиса, которые отновили технику, это было с правой гонору. Нельзя сказать об будущем, когда не ведать историю. К этому трактору у нас еще есть плуг четверокорпусный, мы сюда его не привозили. Остался он у нас на Гомель Агросервисе. А так все, здесь на нем находится оригинальное. Детали, все. Искали где по хозяйствам. Подчас узнагородживания перемышлых дожинок сточиня Абарваканкама Владимир Дворник скажет об тем, что аграры Гомичины научились працавать у несприяльных экономичных умов. Резервы заразумела ящие есть, а ле и поспехи есть так само. За пошние пять годов реализация молока и мяса у регионе повеличилась больше как на треть. Это лепший показчик у Беларуси. А по максимуму эффективно працавать, свечить и выники работы перемышлых сегодняшнего жнева. Экипажи Василя Коваля и Ивана Вырвича за агрокабинат Хомич Реческого района намолотили больше по 4 тысячи тонн. Водители Владимир Свярлов и Владимир Фясько за ксуп Кривск Будокошалевского района перевезли по 5 тысяч тонн сборжа. В уголе селита на Хомичине тысячниками стали 361 экипаж-комбайнеру и 305 водителям. И такие факты. У першиню за весь час проведения областных дожинок все женщины и керуньки сельскохосподарших предприемцев Хомичины у якости Узногород отремали автомобили Шевроле Нива. Александр Тюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» Заргачева. Сегодня 75-годовый юбилей отзначил Гомельский областный институт развития адукации. Яготворческие супрацовники сустрелись вята во врачистой обстановце среди людей, которые умеют широко радоваться поспехам и достигнениям своих коллег. Подробностей у наших корреспондентов. 75-годов дня створения установы бодай лепшая нагода вспомнить яркие сторонки минолога и наметить планы на перспективу. Гомельский областный институт развития адукации мая саправды богатую историю и не простый шлях развития. Процесс его установления в 1941 году был перепынен и початком Великой Отчинной войны. Супрацовники института разом с усим народом устали на оборону родимы. Зараз яны так само, что дня знаходятся на варте выполнения своего отказного, алена счастья мирного профессийного обовязку. Сегодня тут працуют свыше 100 человек, сярод их кандидаты и докторы педагогичных навук, профессоры, доценты. Это люди, які широко любят и, я кажусь, живут своей справой. Разом яны складают дружный и зладжанный коллектив, який завсёды допомагал институту переодолевать усе пирожкоды и зараз протягивая притримливаться минавито этого курса. В этот день я хотел бы высказать слова искренней признательности коллективу института, стараниями которого институт занимает достойное место среди учреждений системы образования Республики Беларусь. Отдельные слова хотелось бы сказать в адрес ветеранов педагогического труда. Институт в его современном виде является результатом воплощения их планов, результатом продолжения их традиций. Подчас урожистой сустреши с коллегами, які стали у житті и дейності надейными сябрами, ушановання лепших у своєй справі. За 75 годів праці института їх намаганнямі був унесений неоценний уклад по удосконаленні системы повышення квалифікації і перападрыхтолкі педагогічніх работнікав Гомельщини. Толькі літось своє професійне майстерство тут отточували каля 9 тисяч чоловік. У середнім, што год, у інституті навучається більш за 7 тисяч педагогів в області. Гомельський обласний інститут развиті адукації так само вырос з пункту глядження матеріально-технічній бази, використання найновших інформаційно-комунікативних технологій у адукаційным процесі тут з'явівся уласний комфортабільний інтернат. Сьогодні гэта установа з'являється важным зв'яном у развиті галіны адукації і беларускай навуки як на Гомельщині так і у Республіці уцелым. І такий поспіх заслуга колективу його відказних і добросумленних керівніков і безумовна ветеранів праці. Работаю 35-й год в цьому інституті і дозвав сказати, що кадри становаються більш професіональними і требовательними і исполнітельними теж. Це радує. Мій жизнений принцип «Человек живет пока нужен людям, а нужен людям пока учиться». Вот этого я желаю всім здоров'я, благополуччя, активній жизненні позиції і новголіччя. Люді, які саправды отданні ілюбімай праці, завсёд застаються прихильніками обранай справы. Колектив Гомельського обласного інститута развития ідукації зараз без перебільшення можна назвать великій і дружной сім'єй з адіними мэтами і традиціями. Сфера, в якій працують усі гэты натхнённі професіоналы, душевной ціпліні і колосальні адказності, чого застається пожадати інституту і колективу на шляху удосконалення, нових перамох і досягненья. Вероніка Ворошиліна, Дмитрий Котов, Ігор Марышчанка, телерадиокампанія Гомель. Узнагорода знайшла героя. Сьогодні обласний музей воєнной славы отдалі даніну повагі подвігу 30-ти годовай давніны. Замужність, проявленую у воєнних дзенях і вона була завоєванна. Веде Ганна Ковалєва. Гацій фотографії прикладна 30-ть годів. У центру з дымка Павел Фідорців. Воєнні події тих часів визначили для його події сьонішні. У 80-х він воєвав у Афганистані у спецназі головного разведувального управління. Довілося витримать 42 боєві выходи і відчуть біль осколочного ранення. Почас одній з операцій под його керівництвом стало відомо разміщення огнєвих кропок противника. А у Виніку були захоплені галуны ворожі оппозиції. Замужність і адвагу при виконанні інтернаційній обов'язку в 1989-м Павел Фідорцов був проставлений до медаля за адвагу, але тримав його тільки про 30 годів. Допомогу камельчанину пошуку знагороды оказав былый директор обласного музея военной славы Павел Жданович, який накеровував запиту у відповідной організації і ведомства. Дякуючих гетому удалось знайсти документы на медаль. Времені около 4-х лет прошло на то, чтобы все это делать. Это не очень быстро делается, потому что архивы огромные, материалы большие, сотрудников мало, поэтому пока перелопатили огромное количество документов. Пошукам у знагород афганских часу займаються военные комісарияты. Випадок, коли медаль допомог знайсти музей, а маль уникальний. Самое главное, что мы добились исторической справедливости, ту работу, которую начали в 2012 году, она успешно завершилась, и сегодня мы заслуженному человеку возвращаем его награду, которую он должен был получить, и представлен был к ней практически 30 лет тому назад. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». А малькожная десятая дитя у свете народжается заучасно. Международный день недоношенных детей отзначили у Гомели. Наша здымочная группа побывала на святе солнечный променчик у Гомельской клиничной больницы номер 3 и зазернула у святая святых, туда, где первым криком новонародженные обвешают свету об своим заявлении. С счастью молодой мати Вульгера Маненка не мамежау. Яна с мужем давно марала про пополнение у семьи. И тут одразу двойняты. У педатричном отделении недоношенных детей молодая женщина уже целый месяц. Детки народились в агой усяго 5 килограммов на двоих. То, что яны заявились на свет здоровыми, мати называют не инакше, як судам. Зараз женщина проходит свой особливый курс по доглядзе за немаулятами. Отпустить до дому врачебяцали праздник алькеден. Многоплодная тяжарность у вуглев в этом сенсе разыковная. Але причины нараджения ранней термину могут быть розными. И не зауседы справу у здоровья и ладзе життя будущей мати. Медперсонала дзяли недератують житти детям, які нарадилися ранней звычайного термину, добра памятая гамельчанку Юлию. 4 годы тому яна так само была их пациенткой. И уже який год запар разом с сыном Арсения молодая мать становится гостей свято у Городской клиничной больницы номер 3. Вспоминаем все, что мы прожили. Родился наш ребенок на 29-й неделе, это 6,5 месяцев, кило 350. Был он у нас очень слабенький. Он даже не мог самое элементарное это брать соску с молоком. Но тем не менее мы ходим в детский сад и разговариваем. Идеатричное отделение у Гомельской городской клиничной больницы одно с двух подобного профилю в области. Сюда со звычайных родильных домов переводят детей, которые народились ранее термину альбоз погрожают низкой вагой. Подаденных сусветной организацией «Ховы здоровья» каждый год в группу Рызыки трапляют 15 миллионов детей, а это один из 10 новонародженных. Погроза в том, что многие из них могут отримать физичную и неурологичную инвалидность, отставать у развития. Задача медиков до помощи батькам сбережи самое дорогое – здоровье детяти. Вообще за 15 лет с 2000 года больше чем в три раза повысилось количество детей до килограмма. Это самые проблемные дети. Это дети, которые требуют вложения много сил, энергии, опыта, знаний. Поэтому вот эти дети, они требуют большего наблюдения в дальнейшем. Минимальный вес, которого по критериям ввоз выхаживаются дети – это 500 грамм. Самый маленький ребенок, который был в нашей Гомельской области и у нашей клинической больнице – это 470 грамм. Кожному потребен дом и верный сябр. Доброчинная акция «Подары им шанс» отбудется завтра у Гомели. Ее ладить волонтерский рух по обороне бездомных живел. 11-я полику акция почнется о 12-е године в городском центре культуры. История волонтерского руха в Гомере началась 6 лет тому. За этот час волонтеры помогли уладьковать у добрые руки больше тысяч бездомных живел. Завтра делниками акции станут 67 годованцев. Все коты и собаки обедены ветеринаром и прищеплены. Организаторы сподяются, что многие из них найдут своих господаров. В программе мероприемства бесплатные консультации ветеринаров и выступления творческих коллективов. Люди, которые придут на акцию, которые захотят взять животное, при себе обязательно должны иметь паспорт. Если будут брать кота или кошку, должны иметь сумку или переноску. Если собаку, поводок ошейник. Это обязательно наши условия. Обзавестись верным сябрам и оказать допомогу можете и вы. Подробязная информация по телефону 8 029 674 21 65. На этом наш выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых сустречу эфиры.